О Приднестровье говорили на заседании постоянного совета ОБСЕ. Накануне там выступил постпред России Александр Лукашевич. Главные темы – теракты, молдавский закон о сепаратизме и переговоры в формате 5 плюс 2. Почему ОБСЕ бездействует в ситуации с Приднестровьем? Главный вопрос от постпреда России. Александр Лукашевич выступил на заседании ОБСЕ. Одна из тем – предотвращенные в Приднестровье теракты. О них российскому дипломату подробно рассказали еще во время недавнего визита. В марте Лукашевич приезжал в Тирасполь, встречался с президентом Красносельским. Тему терактов тогда тоже поднимали. Террористы планировали нападение на делегацию ОБСЕ и взрыв в центре Тирасполя. Накануне следствие подтвердило показания задержанных. Ранее всю информацию о предотвращенных терактах Приднестровский МИД направил в международные организации. Но официальной реакции нет. Об этом и сказал Лукашевич на совете ОБСЕ. Шокирующая реальность этих угроз была подтверждена совсем недавно. Речь идет о неудавшихся попытках спецслужб Украины совершить террористические акты против действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи в ходе его визита в Приднестровье в феврале и против Приднестровского руководства в марте. Почему-то должной реакции со стороны ОБСЕ так и не последовало. Подчеркиваем, такие действия грозят неконтролируемой эскалацией на Днестре и самыми негативными последствиями для процесса Приднестровского урегулирования. Обращение постпреда России при ОБСЕ, в частности Келли Кайдерлинг, главе миссии ОБСЕ в Молдове. Она тоже была в том кортеже, который террористы хотели взорвать 14 февраля. Позже Келли Кайдерлинг поблагодарила президента Красносельского за информацию и безопасность. Но на этом все. Никаких официальных заявлений от ОБСЕ нет, сказал Лукашевич. И о молдавском законе о сепаратизме. Как он влияет на переговоры? Формат 5 плюс 2 не собирался с 2019-го. Тут давно тупик. Сохранились контакты на уровне встреч политпредставителей. Но после того, как молдавский закон о сепаратизме вступил в силу, и эти встречи сошли на нет. Не усматривает ли миссия, что реальной причиной охлаждения контактов стало принятие закона о поправках в Уголовный кодекс Республики Молдова, предусматривающих наказание за сепаратизм? С момента опубликования этих поправок стороны не провели ни одной встречи, а заседание рабочей группы прошло только один раз, и то в онлайн-формате. Вывод, как представляется, очевиден. Напрашивается вопрос, почему такое ужесточение законодательства, крайне негативным образом сказывающееся на переговорном процессе, потребовалось именно сейчас? Миссия не адресовала этот вопрос молдавским властям? И была ли какая-то ответная реакция на предложение миссии запросить международную юридическую экспертизу на предмет разъяснение правоприменительной практики? Лукашевич призвал коллег ВБСЕ сделать все возможное, чтобы возобновить переговорный процесс. Это и неизменная позиция Приднестровья.